Коллеги, рядом со мной Анастасия Сидорина, компания Рамир. Здравствуйте. Добрый день. Анастасия, вы были сегодня спикером нашей деловой сессии и хочется, конечно, поподробнее о вашем выступлении. Да, действительно, у нас прошла сессия, вот буквально только что закончилась. Говорили на самом деле о многом и говорили о важном, говорили о стратегиях, которые выстраивают поставщики, ритейлеры и потребители. Ну и, безусловно, я как представитель компании Рамир, традиционно я рассказывала о потребителях, о тех стратегиях, которые сейчас формируются, потому что мы с вами понимаем, что рынок сейчас испытывает определенные турбулентности. И очень важно, конечно же, четко отслеживать, как потребитель на это реагирует, какие стратегии сейчас выстраиваются, какие ценности сейчас важны. И на самом деле, вот ключевой акцент, который мы делали, как раз на ценностном позиционировании. Очень наглядно мы видели, какие ценности релевантны для индустрии ритейл и как сейчас те или иные представители розничного рынка закрывают потребительские ценности. То есть, по факту, это определенные ниши, которые занимают игроки для того, чтобы выстраивать коммуникацию со своей аудиторией. Ну а сегодня это как никогда действительно очень значимо. Да, вы как профессионал должны точно знать, как сейчас меняется потребительская активность, насколько они меняют ценовой сегмент выбираемых продуктов, насколько они, в принципе, готовы платить за качество. Может быть, идет, наоборот, тенденция к снижению качества в угоду цене. Ну, смотрите, безусловно, сейчас мы как раз находимся в период изменений, поэтому тяжело говорить о каких-то прогнозах. И, в принципе, мы сейчас, правда, прогнозы не строим, потому что никто не знает на них ответ. Но однозначно, что происходит, это активизация стратегии экономии. То есть, сейчас действительно потребитель находится в режиме замирания. То есть, он по факту действительно оптимизирует свои расходы. Мы видим, что на крупные статьи трат расходы сейчас сокращаются. Ну и чего ожидает покупатель? Традиционно он ожидает скидок. Но мы понимаем с вами, что сейчас ни производители, ни ритейлеры, ни того объема, ни глубины скидок не смогут предложить. Соответственно, что будет, скорее всего, происходить? Это миграция внутри категории между ценовыми сегментами. То есть, условно говоря, я покупал вино за 700 рублей, буду покупать за 500 рублей. И, соответственно, вторая история – это переключение на сети с более низким ценовым позиционированием. И здесь, на самом деле, очень ярким таким иллюстратором происходящего является хард-дискаунтеры. Это сети низкого ценового позиционирования. Мы видим, что их доля в кошельке у покупателя растет. Соответственно, они как раз отвечают такому соотношению как раз низкого ценового предложения в рамках тех или иных категорий. Чтобы быть четкой и было понятно, о чем я говорю, это игроки, как Светофор, Фикс Прайс, Маяк, Клепсоль, Доброцен. Но здесь очень важно понимать, что покупатель готов будет сейчас закрывать потребности у этих ритейлеров по ряду категорий, не по всем. По тем категориям, где он готов экономить. Ну, не продуктовый сегмент, бытовая химия, к примеру. Безусловно, от категории к категории стратегия будет очень сильно меняться. Но, тем не менее, мы все равно должны помнить, что у покупателя есть определенный запрос на качество, на ассортиментную матрицу. И, безусловно, сейчас для рынка и для ритейлера, и для производителя формируются очень сложные вызовы. Потому что покупатель действительно экономит, но при этом у него есть определенные критерии, требования к качеству товара. И, на самом деле, это определенный баланс сейчас для любого бизнеса, вот поиск вот этого оптимального решения. Ну, а мы надеемся на вас, как на профессионалов, которые этот баланс найдут и все выиграют в конечном итоге. Спасибо вам большое. Спасибо вам за внимание.